Я сейчас для вас объясню. В свое время вот здесь у меня был мой ресторан такой, Советский Союз. Работаем от заката капитализма к восходу коммунизма. И когда я этим делом занимался, мне всегда нужно было бы показать нашим жителям города Магнитогорска лучшее качество. Ценники были абсолютно небольшими. Пили мы самое лучшее верхнеуральское пиво. Вот про верхнеуральское пиво мы сегодня и будем говорить. Понимаете, можно было бы думать о сверхприбылях, а оно кому-то нужно. Но если это вам нужно, то вы можете травить людей. Я не собираюсь травить людей, потому что я знаю то самое качественное пиво. Верхнеуральское мы его здесь пили. Удовольствие было просто безумное. В некотором своем событии я, возможно, еще и вернусь на круги свои. Вы уж не думайте, что я лохспейджер, телевизионный магнат. Ну, это немножко все по-другому, естественно. Но всегда и всюду я говорю, дайте людям качество, а потом люди к вам потянутся. Вот сегодня об этом качестве мы будем говорить. Вам пиво нравится? Мне очень нравится пиво верхнеуральское. Я его постоянно пью и раньше пил. И раньше пил, да? И раньше пил. Самое хорошее пиво, которое я люблю. И возвращаться сюда мы будем неоднократно. Не будем сюда возвращаться неоднократно. Будем возвращаться по одной простой причине. Вот вам нравится качественное пиво. Это очень хорошо. Другой вариант. Для тех, кто все-таки занимается своим бизнесом. Как это и делал я. То есть мне гораздо было бы интереснее, чтобы ко мне человек пришел 250 раз, чем он пришел один раз и углаздался. Вы понимаете, о чем я говорю? Вы понимаете, о чем я говорю? Вы должны меня понимать. Когда человек пришел 250 раз, то каждый 250 раз я буду говорить про самые минимальные наценки. 100 рублей. 250 раз. 2,5 тысячи. Или один раз. И у хамыс дал 400 рублей в лохмоте. После которого он скажет, чтобы я туда еще пошел, до этого не может быть в природе своей. Именно поэтому я всегда для своего ресторана брал самое лучшее пиво. Верхнеуральское. Слово о том, что Верхнеуральское пиво вы можете брать и здесь, а лучше взять по оптовой цене. Потому что это будет дешевле. А потом уже по такой же цене делать такой же вариант, как делал здесь, на Комсомольской 25. Потому что сюда люди ходят. Потому что это пиво им нравится. Никаких проблем с ним не бывает вообще в природе. Я не против хорошего пива? Нет, не против. Насколько он вкусный? Пиво очень хорошее. Рекомендую, да. Да я, конечно, и не знал. Но оказывается, на Комсомольской 25 количество клиентов, это обыкновенные клиенты, которые постоянно там покупают пиво, более чем 300 человек, даже больше. То есть, каждый раз все это дело увеличивается, увеличивается, увеличивается. Потому что в Ленинском районе народ понимает, что такое качественное пиво. Я хочу, чтобы в Орджоникидовском районе это дело также понимали. И чтобы здесь еще больше было бы людей. Потому что это лучшее удовольствие. Слово о том, что если вдруг внезапно вы себе захотите, а я гарантирую, что вы захотите себе взять настоящее качественное пиво, в принципе, вы можете его брать по такой же, кстати, еще и даже более дешевой цене. Потому что вы же будете оптовики, а у оптовиков ценники, естественно, пониже. В принципе, вы можете говорить по той же самой цене, можете немножко меньше. Тот же вопрос, в чем заключается? Насколько вы хороши, как человеки? Я считаю, что настоящие человеки у нас такие же хорошие. И в принципе, если у вас с мозгами все в порядке, вы можете продавать пиво вместе с шашлыком, только не выокорачивать на шашлыке те самые 400%. Сделать шашлыки 200 рублей, и народу будет вместе с пивом у вас. Вот, 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 только. И где же мы с вами-то находимся? И где же мы с вами находимся? Да-да-да-да-да. На Комсомольской 25. Вот на Комсомольской 25 сложно находиться, потому что там очень большое количество людей. И поэтому, к счету, большое количество людей, вкусно имеющих на свой аромат изумительное пиво верхнеуральское, не собирается там говорить. Это, конечно, очень плохо. Потому что я хотел бы, чтобы все человеки магнитогорские поняли, что бегать никуда не надо. Даже бегать никуда не надо, а товарищи, которые занимаются бизнесом, как бы вам сказать, я прекрасно понимаю, что кто-то хочет продавать там что-то из разряда, ну, допустим, электроинструмента. Ну, это тоже вариант. Другой вариант. Кто-то собирается продавать одежду. Неплохой вариант. Но самый лучший вариант – это продавать все-таки продукты питания. Я, конечно, все понимаю, что, допустим, человек не может существовать без чего? Без кислорода. Слава тебе, Господи, что у нас хоть налог, наша дивная Государственная Дума на кислород не вела. То еще могут везти, знаете. Я люблю такую нашу дивную Думу. То есть во всем нормальном мире как бы все нормально работает для людей. У нас не совсем все нормально. Это уже отдельная тема нашей беседы не сегодняшнего дня. А дальше без чего человек не может жить? Без еды, естественно. Без еды и без вкусного, качественного пива. Поэтому настолько качественное пиво, что человек не становится вот этим дебилем товарищем. Нет, я все-таки обувь. Не, зачем? Люди здесь вообще в нормальном состоянии. Я таких людей не видел вообще в природе. Пришли спокойненько, только, сколько им нужно. Никто отсюда никогда не выводили в состоянии лохмотости. Ну, здесь это не получается в природе стоить. Здесь люди приезжают, спокойненько сели. Здесь можно в шахматы поиграть, можно в шашки поиграть. На Комсомольской 25 можно, даже в Нарду. То есть нормальный, качественный отдых. О, изумительный вариант. Это вы можете себе сделать. Вопрос о количестве. Так вот, количество пива, которое я смотрел, вы думаете, что Верхневарийский пивоваренный завод не напорует? Магнитогорка напоет, напоет, поверьте мне. Там всего хватает. Надо будет сделать. Сделаем больше. То есть давайте все-таки вернемся на круги своя. И давайте определимся, что человек не должен быть вот таким. Не, не, не. Человек должен быть красивым, ровным, изумительным. Даже восхитительным. И именно благодаря вот этому самому замечательному качественному пиву. К слову о том, что когда вы берете себе это пиво, вам еще сделать дискаунт. Потому что, ну, здесь же тоже, то есть люди снимают все это дело. Это тоже идет аренда. Поврюс платит аренду, в смысле, зарплату, качественному человеку, который пиво разливает. Ну, и, естественно, остальные тоже варианты. Это же тоже деньги. То есть вам, естественно, будет подешевле, естественно. Ну, а там дальше уже думайте сами. Думайте сами не фаршируйте свои мозги. Не нужно этого делать. Рано или поздно все рано или поздно заработают свой миллион. Мало будет миллиона? Заработайте пять. Ну, мало будет пять миллионов. Может быть, миллион долларов вы заработаете. Это примерно 90-100 тысяч рублей. Почему нет? Не торопитесь. Не надо никуда торопиться. Все придет. Как только люди будут довольны вами, к вам большее количество людей придет дальше. Потому что каждый человек говорит, я там ел, мне там было красиво, мне там было изумительно. Я получил лучшее удовольствие в природе своей. Клево? Еще как клево. Единственное, которое осталось похожее на тот пиво из СССР. Вы помните СССР, да? Как я помню СССР? Ну, наверное, да. И вы знали, что лучшее в то время оно и было Верхневральское. Да, да. И оно здесь есть? В пакетиках. Да, да, да. В бидончиках трехлитровых. В бидончиках, да. Да, ну, скажем так, есть. И слава тебе, Господи. Ну так, хорошо. Что еще такое осталось? Будет или или нет, я не знаю. Но, по сути, я стараюсь вам помочь, не ужравшись и не обливавшись, получить удовольствие. Это при пиве в Верхневральском вам не получится ужраться и обливаться. Здесь вообще не вызывают полицию. Здесь все для большего удовольствия. И самое забавное, что не всегда мне нужны деньги. Это все бесплатно. Это все для магнитогорцев и гостей. Но пока мало точек. Вы, позвонив по этому телефону, можете дать человекам удовольствие. А работы много. пруд-пруди. Я лично умею готовить блюда и под Верхневральское пиво. А как? Но мои проблемы это другая часть. Не надо раскидывать. Многие умеют удивлять. Да так, чтобы не дорого и поехали. Поверьте, лучшего пива из Верхневральска хватит и на город, и на окрестности. И когда мне говорят, где мы были, мы только что были где? Рядышком с тройкой. Тройка это перечисление советское и 50 лет магнитки. Сегодня мы приехали куда? Магазин Вавилон. Ну, слева от него на улице Карла Маркса 204 располагается то самое вкуснейшее пивко. Вкуснейшее пивко, да? Давайте все-таки определимся, сколько проблем и вопросов возникло при этом дивном посещении. Я думаю, что это пройдет быстро. Но не все люди готовы сказать, почему они не говорят, что это качественное пиво. Не понимаю. Наверное, думаю, что какие-то проблемы у них возникают. Хотя от такого пива проблем не возникает ни у кого. Я еще не видел ни одного лохмотья пьяного человека, который использует верхнеуральское пиво. пиво. Потому что оно это удовольствие, которым вам делятся специалисты, которые на том же самом месте, на котором раньше был этот самый замечательный пивозавод, сделали то самое умное и разумное предприятие. Если вы думаете, что ваши ближайшие товарищи не смогут так же получать качественное удовольствие, я вам говорю, это в принципе возможно. Не каждый первый, но есть отдельные товарищи, ну типа меня, допустим, что я умею делать, ну отдельные вещи, хорошо умею делать, то есть я могу сделать ресторан, могу, я его делал раньше, естественно, могу вас кормить, могу вам давать изумительный продукт питания, который вам выдает верхнеуральский пивной завод, это качество, это качество, и даже не думайте, что я пытаюсь вас дернуть деньги, никогда этого не собирался и не собираюсь сделать, в принципе, уровня тысячи долларов, этого достаточно, тысяча долларов, ну а что, это что, плохо, что ли, когда вдруг внезапно, вы поработав, в результате получили 90 тысяч рублей, это же нормально, я считаю, нормально, и люди вам говорят спасибо, и вы говорите, еще и огромное спасибо тому, кто вам дает это самое замечательное пиво.